Девушки отдыхают В заключении По экклезиасту Какие же все-таки Основные вопросы толкования Я тут не мог сначала их найти А сейчас нашел Первый большой важный вопрос В книге «Экклезиаст» Это вопрос об ее авторстве Об авторстве этой книги Кто же такой автор этой книги? Кто он? Это сам Соломон? Или некий редактор Работавший над текстами Соломона? То есть Соломон это проповедник И начиная с первой главы второго стиха Суета-сует говорит экклезиаст Все суета То есть 1-2-12-8 Мы читаем проповедника И этот проповедник Сын Давида Царь Иерусалима Израиля То есть Соломон это проповедник Но введение 1-1 И заключение в 12-й главе С 9-го по 14-й стихи Написано все-таки другой рукой Неким редактором Соломона И он сам, конечно, мудрый человек Но Соломон-то проповедовал И мудрые люди это записали И написали вводную часть И завершение к тому, что написал Соломон Кстати, варианты А и Б Мы не можем говорить о том Что одна из этих позиций абсолютно доказана Я думаю, что можно сказать Что Б, позиция Б Это тоже вполне ортодоксальная позиция То есть ведь автор не пишет от себя Автор говорит о проповеднике в третьем лице Так что это может быть Соломон Это может быть редактор Соломона Ну и в конечном счете Авторы этой книги Это анонимный мудрец Киднер И еще один комментатор Не помню сейчас кто Заходит, как мне кажется, слишком далеко Когда они говорят о том Что ведь текст не содержит намеков Не содержит указаний На то, что это за мудрец Который написал эту книгу Они отвергают мысль о том Что проповедник это Соломон Хотя об этом четко заявляется В Звучитном Писании Некоторые, даже такие люди, как Прован Говорят о том, что там было двое мудрецов То есть с одной стороны Вы смотрите, да У нас и так двое мудрецов Один автор Вступления и заключения Другой проповедник Но они на этом не останавливаются Они говорят, что даже в этой книге Есть на самом деле два мудреца Один мудрец негативный Который он написал с первой по шестой главы А потом есть более позитивный человек Который появляется на сцене И мы видим Отзывки этого Даже в словах Лонгмана По поводу того, чтобы Наслаждаться тем, что дал Бог Два мудреца Два голоса в этой книге Либералы находят сразу три голоса То есть человек, который Пишет начало и завершение И дальше есть мудрец номер один Который негативен И мудрец номер два Который позитивен И еще есть мудрец номер три Который пытается объединить Мудрецов номер один и номер два Мне кажется, что такой подход Совершенно не мудрый Мне кажется, что Ни один мудрый человек Не согласится с тем, что Три мудреца в этой книге Два мудреца, конечно, возможно Я не знаю варианта Ц и Д Я думаю, что Вполне Можно Такую мысль принять Нигде ведь не написано, что Этот проповедник Соломон Это предположение Это инференция Это Косвенные свидетельства Но не прямые свидетельства Ну, например, по книге Песни тут прямые свидетельства Здесь только косвенные Так что я Вполне мог бы согласиться Хотя Я не знаю, зачем бы Это делать Да, почему нельзя предположить Что сам Соломон написал И вступление И заключение Я не знаю, почему Соломон не мог Говорить о себе в третьем лице В начале и в завершении Этой книги Но согласиться В принципе С такой возможностью Я готов Потому что доказательств Никто ни в другую сторону У нас нет Вот это все Что я могу сказать По авторству Я бы занял Первую позицию Позицию А Но Я не готов Отвергнуть позиции Б, С и Д И назвать их Не ортодокс Не ортодокс Но позиция Е Последняя позиция Она, я все-таки думаю Не ортодоксальная И мы с вами уже говорили О второй теме Мы говорили о том Что это второй важный вопрос Толкования Наряду с вопросом Об авторстве И этот второй вопрос Это вопрос О цели книги Она скорее негативная Она скорее позитивная Или и то, и другое И Я бы сказал Что она Не негативная В том смысле Что От начала и до конца Ничего кроме Суеты Бессмысленности нет Позиция А Утверждает Что в конечном счете Главный И основной Смысл Экклезиаста Это Провозгласить Недостатки Человеческой мудрости Да, конечно Провозглашение Недостатков Там, конечно, есть Но я бы не сказал Что это доминирующая Основная Тема Книги Экклезиаста Кстати говоря Именно эта позиция Представлена В Библию Скофилда Тут интересно Просто вот такой взгляд На книгу Экклезиаста Объединяет Самых разных людей Независимо от их отношения К тысячелетнему царству К эскатологии К диспенсациям И так далее Есть книга По поводу которой Все они согласны Это книга Экклезиаст Потому что здесь Разные люди Смотрят на эту книгу Одинаково Даже в книге В Библии Скофилда Написано о том Что Экклезиаст Это Божье откровение Размышлений Совершенно Невозрожденного Человека Это лучшее К чем может прийти Естественный Невозрожденный Человек Он может просто Прийти к тому Что Нет Мудрости Единственное Что мне остается Обратиться с верой К Богу Но если ты хочешь понять Как думают люди Как рассуждают люди Читай Экклезиаст Я бы сделал Следующий шаг Я бы сказал Что это не про то Как люди думают А про то Как люди должны думать Есть существенная разница Между подходом А и подходом Б и С С позитивной точки зрения Я думаю Что мы видим Это из 12 главы Это Откровение Божьей мудрости Что мы должны Предположить Что вот это И есть Божье Мудрое слово Через его Мудрых людей Он Пастух Который дает Мудрость Своему народу Через эту книгу Я должен Держаться Этой позиции Потому что Именно это Утверждает Данный текст Так что Может быть Это Смесь Того и Другого И откровение Божьей мудрости И ответ На Бессмысль Человеческой Мудрости Я бы Все-таки Согласился С Гарретом Кайзером И проводом Что В конце концов В этой книге Сначала До конца Это Откровение Божьей мудрости Но Эта Божья мудрость Включает Тот факт Что Настоящий Мудрец Настоящего Мудрый Человек Поймет Ограничение Мудрости Человеческой То есть Тут есть Негативное И позитивное Но я Скорее Вижу Как позитивное Потому что Вся эта книга Это Божья мудрость Я должен Придерживаться Этого взгляда Основываясь На моем понимании Эпилога Книги Не потому что Я не вижу Вот здесь Потому что Да Божья мудрость Напоминает нам О том что Мы живем В падшем Проклятом мире И Вот Та мудрость Которую Можно найти В этой книге Это лучше К чему может Прийти сам человек И нам необходимо Быть На чеку И помнить О реальности Того мира В котором мы живем Но все же Это позитив Это реальность И когда мы С вами Научимся Принимать Что Да вот Мы живем В таком мире Да вот Бог Дал нам Такую жизнь Вот тогда Мы научимся Слышать Также и позитивную Сторону Мудрости Этой книги Приглашаем Вас Принять Участие В глобальном Проекте По распространению Евангелия И расширению Библейского Образования От нас Зависит Будет ли Христианское Образование Доступным Поддержите Наш проект Молитвой И финансами Информацию О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти На сайте tvseminary.com Я сейчас вспоминаю Одну книгу Которую мы читали По другому курсу Ну в этом же семестре Там был Такой совет Автора книги Он говорил Всякий раз Когда вы вечером Ложитесь спать Подумайте о том Что вот сейчас Вы умираете И вы будете Отдыхать вечно И это подготовит Вас К вашей смерти Тогда Когда она реально придет То есть такое Постоянное Размышление О смерти Каждый вечер А тут у нас Размышление Получается Об угасании Человека Но не получится Ли это Что это дает Нам неправильное Настроение Мы слишком много Думаем о смерти Слушайте Я не знаю Про какую книгу Вы говорите Я ее не читал И я думаю Что хорошо Что не читал Я бы сказал Что книга Экклезиаст Как раз Вот этому Противостоит Да В конце концов Есть смысл Думать о том Что возможно Это Ваш последний день Но при этом Думайте Так же О том Что так Если это Последний мой день То Что Бог В своей Мудрости В своей благости Дал мне В наслаждении И славьте Его За то Что Если я буду Жить завтра У меня будут Те же благословения И те же испытания Завтра тоже Так что я думаю Что книга Экклезиаст Забалансирована Да Примите Поймите И живите В свете Того факта Что Эта жизнь Скоротечна Эта жизнь Ну Невозможно Просто взять И управлять Этой жизнью И понять Ее полностью Но Можно понять Достаточно Чтобы убедиться Что Бог Держит все В своих руках И вы можете Бояться Его Вы можете Доверять Ему Можете слушаться Его То есть Я бы сказал Еще раз Прочитав Книгу Экклезиаст Мы Увидели Эту Тяжелую истину Но услышали Ее Преподнесенной Очень красиво И тут нам нужно Быть Крайне внимательными Чтобы Во-первых С одной из Моя жена Кстати Скажет Что я Пессимист На всю жизнь И меня Процесс Освещения Никак не изменил Я всегда Смотрю на Темную сторону На печальную Сторону Вот я так Устроен Я всегда вижу Что стакан Наполовину пустой А не Наполовину полный То есть Вы меня сейчас Поймете Я думаю Так вот С точки зрения Пессимиста Слово Пессимиста Который Всегда Смотрит На все Негативно Книга Экклезиаст Помогла мне Сказать Да Конечно Поскольку Земля Проклята Есть этот Элемент Негативности Вам нужно Столкнуться С реальностью Тяжелого Труда И с очень Маленьким Результатом Вам приходится Столкнуться С реальностью Того Что У вас Не будет Тех сил Которые Раньше Были Вы Не сможете Так же Думать Как хотели Бы Так же Стремиться К Богу Как хотели Бы Примите Какие-то Вещи Да Но С другой Стороны Поймите Пожалуйста Что Бог Сделал Эту жизнь Вполне Достойной Того Чтобы Прожить Потому что Бог Живет С вами Бог Живет Здесь Это Не Выбор Либо Негатив Либо Позитив Мы Христиане Зачастую Начинаем Думать О том Что О Все Один Пессимизм Но Особенно Пессимистично Это книга Экклезиаст Потому что Нельзя же Становиться Совсем Уж Оптимистом Все Очень Плохо И Давайте Поймем Что Все Очень Плохо И Все Будет Плохо Будут Испытания Будут Трудности Все Это Результат Греха Проникающего В Саму Ткань Жизни Потому что Мы Живем В Падшем Мире И Всегда Ожидаете Худшего Да Но При этом Всегда Пречувствуете Лучшее И Если Брать Только Один Из Экклезиаст Так что Примите Ваш Жребий Радуйтесь В Господе Бойтесь Его И Исполняйте Заповеди Его И Вы Предстанете Пред Ним И Я Честно Говоря Скажу Вот что Я Сейчас Конечно Пессимист В Настоящее Время Я Пессимист Это Жена Моя Права Но В вечном Плане Я Оптимист Потому что Я знаю Что Бог Изменит Меня Бог Изменит Этот Мир И Я Жду Не Дождусь Этого Момента А Вот Пока Мне Нужно Жить Мудро Проживая Ту Жизнь Которую Бог Дал Мне Здесь И Сейчас Так Вот Что Именно Поэтому Апостол Павел В Послании Колоссиным Третья Глава Говорит О горнем Помышляйте Ну Да Кстати Даже В Пуританской Молитве Да Пуритане Молились Я Могу Умереть Я В любой Момент Могу Умереть И Это Реальность Да Может быть Завтра Вы Уже И Не Проснетесь Но Если Мы С Вами О горнем Помышляем Где Христос Восседает Тогда Меняется Сам Наш Угол Зрения Апостол Павел Говорит О том Что Так Мы Помещены Позиционно И Это Должно Управлять Нашей Жизнью Именно Поэтому Некоторые Говорят Что Единственный Человек Который По-настоящему Может Жить В настоящем Это Человек Ориентированный На свет Вечности Это Человек Который Видит Свет Мудрости Проникающий Даже В наше Теперешнее Настоящее Время Клайв Льюис Кстати Об этом Говорил Он говорил Что Единственный По-настоящему Мудрый Человек Это Тот Чей Разум Может Устремляться В небеса И так Что Жизнь На земле Становится Благом Так 1 Иоанна 3 Глава Напоминает Нам О том Что Мы Уже Сыны Божьи Кем Будем Еще Не Ясно Поэтому Да Именно Так Поэтому В свете Вот этого И Да Римляне Восьмая Глава Колоссина Третья Глава 1 Иоанна Третья Глава То есть Это Все Уже Подтверждено В Экклезиасте И Поэтому Конечно Это Каноническая Книга Эта Книга Четко Встраивается В Весь Остальной Канон Это Не Просто Размышления Плотского Разума Это Мудрость От Бога Которая Закладывает Основания И мы Стоим Можем Читать Эту Книгу И понимать Что мы Имеем Больший Свет В Иисусе Христе Мы Имеем Упование В воскресшем Теле И Новой Земле Новый Земленом Небе Это Послание Филиппийцам Колоссинам Первое Послание Иоанна Послание К Римлянам И так Далее Но это Также Экклезиаст В Ветхом Завете Ищите Нас В поисковых Системах По запросу ТВ-семинария Системах 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 Системах